Как сказал об этом Всевышний Аллах, Субхану Атали. Скажи, не сообщить ли нам тебе о тех, кто имеет самый большой убыток, где в судный день? Кто это, о Всевышний Аллах? Разве нам не надо бояться этого? Те старания, смотрите, Всевышний Аллах описал их действия старанием, то есть, подобно джихад, то есть, старания на пути Всевышнего Аллаха, Субхану Атали. Во всех делах, однако их дела ушли в пух и прах. Дела или старания, которых ушли в пух и прах в этой жизни. Вот это самое страшное. А они считали, то, что они делают все правильно. Об этом сказал Всевышний Аллах, Субхану Атали в конце суры. Как? И поэтому, как мы сказали, у нас два вопроса из этого великого вопроса, который мы берем пользу. То есть, как нам в жизни добиться любви Всевышнему Аллаху, Субхану Атали. Во-вторых, к чему призывать людей? К чему призывать людей? Значит, призывай людей. После того, как ты сам станешь единобожником, и будешь стараться поклоняться Аллаху, только в соответствии с путем пророка Мухаммада, Салаллаху Асаляму, Бараку Луфик, призывай людей сначала к единобожию, и только к единобожию. А во-вторых, Бараку Луфик, после этого призывай людей поклоняться Аллаху, Субхану Атали, только так, как это делал Мухаммад, Салаллаху Алейхи Ва Салям. Второй вопрос, о котором сказал шейх Бараку Луфик, а это вопрос о том, что Аллах недоволен, если кому-то поклоняется кроме Него, будь то приближенный ангел, или же посланный пророк. Так как все они, то есть будь то ангел, или же пророк, являются рабами Аллаха. Аллаху, джалля вааля, поистине доволен только таухидом. Доволен, когда поклоняются только одному Ему, и тот, кто предался товарища, Аллаху джалля вааля, кого-либо, тот нарушил ту практическую цель, из-за которой он был создан, которую он должен осуществить, Бараку Луфик. Так как Всевышний Аллах, Аззаваджалля, сказал, «Ванна льмасаджи дали лля, фаля тадрума Аллахи ахада». То есть, и места поклонения, или же органы поклонения, принадлежат только Аллаху. И не взывайте же никому, или же не поклоняйтесь же никому, кроме как Аллаху. Аллах сказал ванна льмасаджи дали лля, «Фаля тадрума Аллахи ахада». «Фаля тадрум» – не взывайте, ни с дуа просьбой, то есть «Ля тадрум», и не поклоняйтесь. То есть, точно так же «Фаля тадрум» переводится «не поклоняйтесь». С дуа поклонением никому наряду, Всевышним Аллахом Аззаваджалля. Баракулуфикум, как мы говорили раньше на уроках, и о том, что иногда мы, говоря или читая же переводы смысла аятов Кур'ана, не понимаем именно того смысла, или не понимаем того смысла, который хочет от нас Всевышний Аллах, Субхану Атали. И поэтому мы с дозволения Всевышнего Аллаха, Субхану Атали, постараемся растолковать, то есть, или донести на русском языке, именно то, о чем говорится в этом аяте, Баракулуфикум. «Уанналь масаджи далиллях, фаля тадрума Аллахи ахада». «И места поклонения принадлежат Аллаху, и не взывайте же никому наряду с Аллахом, или же не поклоняйтесь никому наряду, или вместе с Аллахом». В местах поклонения или мечети, так как сказано, «Уанналь масаджи далиллях поистине мечети принадлежат Аллаху, или точно так же масаджи переводятся органы поклонения. В мечетях делаются две вещи. Первое, просят Всевышнего Аллаха, призывают его, с помощью дуа, то есть, призыв просьбы. Дуа аль масадя переводится «призыв просьбы». Это один вид. Второй вид, то, что делается в мечети, это «ибадатулла», поклонение Аллаху. То есть, не только призыв, также понятие, которое более шире, а это поклонение Всевышнему Аллаху. Поклонение Всевышнему Аллаху одним из видов «ибадатов» или одним из видов поклонений, будь это молитва, то есть, молитва фарт, обязательная, или же нафиля, желательная, чтение Кур'ана, зикр, поминание Всевышнего Аллаха, учеба, обучение, и так далее. Всевышний Аллах говорит «Ва анналь масаджи далиллях» «И места поклонения или же мечети принадлежат Аллаху». Аль масаджид, то есть, места поклонения, мечети построены для Всевышнего Аллаха. Для поклонения Ему одному. Поэтому не призывайте дуа аль масаджи призывом просьбы никого кроме Аллаха. И не поклоняйтесь дуа аль-ибада никому кроме Аллаха. Так же, как молящийся молится только одному Аллаху, пусть и в мечети, и вне ее просит и призывает или же поклоняется только одному Аллаху. То есть, то, что нам надо понять, баракулуфикум, а это то, что дуа в арабском языке, особенно в Кур'ане, баракулуфикум, в Кур'ане, в контексте Курана и Сунны, подразумевается под словом дуа два смысла. Все мы баракулуфикум, то есть, или большинство из них знает, или использует слово дуа только в смысле просить. То есть это то, что называет народ, или то, что мы называем просто дуа. Мы говорим, что некий сделал дуа, то есть имеется в виду попросил Всевышнего Аллаха. Допустим, сказал, о Аллах, дай мне то-то и то, или же, о Аллах, прости меня, и так далее. Это называется как? Называется дуа аль-масаля. Дуа аль-масаля, то есть призыв, просьбы. Что касается дуа аль-ибада, то есть мы говорим, что слово дуа поднимается под ним как дуа аль-масаля, то есть призыв, просьбы. Также дуа аль-ибада, то есть призыв поклонения, или же просто поклонение. То это и есть само поклонение, то есть дуа аль-ибада это и есть поклонение. Потому что тот, кто поклоняется Аллаху, будь то молитвой или викром, тот просит Всевышнего Аллаха, как бы косвенно. Потому что этот человек, который поклоняется, то есть, который совершает молитву, или же постится, или же делает хач, каким образом он делает дуа? Когда он молится, постится, или дает хач, или делает зикр, или же читает Коран, он этим самым как бы надеется и просит у Всевышнего Аллаха косвенно через свои дела, надеется на награду. Просит Аллаха наградить его, дать ему саваб, то есть награду. Поэтому говорят, что дуа делится на два вида. Это нам надо понимать, читая Коран и Сунну Пророка, если мы встречаем слово дуа, или же однокоренные слова, такие как я дуу, или же тадуу, и так далее, нам надо иметь в виду, что может здесь подразумеваться в виду, либо дуа просьба. И мы сказали, дуа просьба, это когда человек просто просит, у Аллаха дай мне то, или это, и так далее. Или же дуа аибада, то есть когда человек просто поклоняется, то есть молитва значит у нас является дуа, пост является, саум является дуа. Хач делает тоже, человек этим самым делает дуа. Или же в некоторых аятах бараку луфику может подразумеваться как дуа масаля, то есть просьба, дуа просьба, так и дуа аибада, то есть дуа поклонения. Всевышний Аллах говорит, то есть доводом тому, или то, что под словом дуа подразумевается как аибада, так и просьба, слова Всевышнего Аллаха. То есть, и ваш господь, примерно следующий перевод смысла этого аята, ваш господь сказал, взывайте ко мне, и я отвечу вам. Смотрите, после того, как Всевышний Аллах призывал нас к тому, чтобы мы взывали ко нему, делали дуа, сказал, воистину те, которые превозносятся над поклонением мне. Видите, назвал дуа, чем? Поклонением эти люди войдут в ад униженными. Всевышний Аллах сказал в начале аята, взывайте ко мне, то есть делайте дуа мне. А в конце сказал, воистину те, которые превозносятся над поклонением мне. Это указывает на то, что дуа, как сказали об этом у улема, ученые, что дуа это один из видов поклонения. Или то, что оно само по себе является поклонением. Поэтому саллифы, то есть праведные предшественники, делали такой тавсир словам Всевышнего Аллаха, говоря, или читая аят у дуу не астаджиб ля ком, то есть взывайте ко мне, и я отвечу вам. Они делают тавсир словам астаджиб, я вам отвечу, двумя путям говорят. Либо его смысл астаджиб, отвечу, значит, дам вам то, что вы просите. Или же астаджиб, в смысле, награжу вас. А где, когда у нас такой первый тавсир будет, а когда второй? Они говорят, баракулуфикум, если, например, мы скажем, И сказал ваш господь, то есть просите меня, тогда астаджиб ля ком, как будет переводиться? Я вам отвечу, взывайте ко мне, я вам отвечу. Если же мы переведем, поклоняйтесь мне, так как мы сказали, дуа у нас приходит в смысле поклонения, тогда астаджиб ля ком, его перевод будет уфиб ля ком, то есть я вас вознагражу, дам вам салаб, баракуллахуфикум. И этот вопрос ясно освещен в книгах ученых, улема нашей уммы, баракулуфикум, а именно то, что слова Всевышнего Аллаха, субхану ау-та'ля, ваннальмасаджи далилля, фалата дуума Аллахи ахада, то есть и места поклонения принадлежат Аллаху, и не делайте никому дуа, кроме Аллаха, или же не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Под словом дуа подразумевается ввиду две вещи. Дуа альмасаля и дуа альрибада. То есть дуа просьбы и дуа поклонения. Также то, что подтверждает это или укрепляет этот смысл, а это хадис, который пришел от Нурмана ибн Башира, он сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма сказал, от дуа гуль альрибада. То есть дуа является, или дуа это поклонение. Также пришло в хадисе от Анаса дуа муху ли бада. Что касается хадиса Нурмана ибн Башира, дуа гуль альрибада, дуа это поклонение, хадис является достоверным барак луфикум. А хадис, который пришел от Анаса, дуа муху ли бада, дуа это суть поклонения, смысл его правильный, однако сам по себе хадис является недостоверным барак луфикум. Аллах, джалли альр, недоволен, когда кого-либо приобщает ему в сотоварищи, как об этом сказал шейх Мухаммад аль-Мушаррафи, рахматуллахи алей. И некоторые думают, люди, что если кто-нибудь из творений Всевышнего Аллаха, достигнет высокой степени, то он может связывать с Всевышним Аллахом. Называет это тавассуль, если взять его посредником, средством, и самое высокое место из творений, мы знаем, имеют кто у нас, ангелы, и во главе их, Джибриль алейсалям, или же посланники и пророки, так как мы знаем, что это самое любимое создание Всевышнего Аллаха, субханалтали. И некоторые люди, в алиязу билля, думают, что эти создания, то есть ангелы, или же посланники, или же пророки, могут связывать людей с Всевышним Аллахом, аз-за-ваджаль. То есть что значит связывать? Обращаться. То есть некоторые люди думают, мы будем обращаться к ним, то есть к ангелам, пророкам, или же посланникам, или же к каким-то святым, и они нас будут связывать с Всевышним Аллахом, аз-за-ваджаль, Сравнивать Всевышнего Аллаха с каким-нибудь злодеем царем, который в наше время, допустим, или каким-нибудь большим человеком, как говорят, я не могу прямо к этому человеку попасть, нужны между мной, то есть должны быть посредники между мной и между этим человеком. И я попрошу этого человека, посредника, ему попросят за меня царя, или же президента, или же министра и так далее. И поэтому шейх, рахматуллахи алей, сделал отрицание, сказав, Аллах, недоволен, если кого бы то не было, приобщается товарищ ему, будь то приближенный ангел, или же постанный пророк. Шейх, рахматуллахи алей, сказал, будь то даже приближенный ангел, то есть будь это даже Джибрииль, который является господином ангелов, то есть самым главным из ангелов, самым благородным и великим из них, или будь то даже постанный пророк, будь это даже наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи васалям. А что является доводом этому? Шейх не ограничился своими словами, сказав, что Аллах недоволен, если кого бы то не было, приобщается товарищ ему, аззавачаль, будь то приближенный ангел, или же постанный пророк, шейх привел этому далиль. А этому являются слова Всевышнего Аллаха, субханаху ватааля, фалатадуу мааллахи ахада, так не делайте же дуа, или же не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, никому. Обратите внимание на слово никому, по-арабски это как звучит? Ахада. Где уаджули стидляль? Бараклу фикум, многие из нас, уль ляль, хамдуль минна, если кто-то уже стал, пале вуль алиум, кто не стал, иншалу будет в будущем. Из прошлых наших уроков Барак Луфикум знает о такой вещи, как «ваджгулистидляль». То есть, откуда мы из этого аята Барак Луфикум, из слов Всевышнего Аллаха Субхан Таля взяли, то, что Всевышний Аллах Субхан Таля недоволен, когда Ему предаются товарищи, даже будь это ангел или же постанный пророк. И «ваджгулистидляль» или же лицо Далиля, или же то место, откуда выведен этот Далиля, или это довод, это слова Всевышнего Аллаха Субхан Таля. Ахада никому. Откуда мы это взяли? Барак Луфикум, тот, кто из вас знает арабский язык, знает о том, что или видит то, что аят «Фаля тадуу ма Аллахи ахада», то есть никому не делайте дуа или же не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха Слова. Ахада пришло у нас в отрицательном контексте, во-первых, во втором, неопределенном состоянии. Что значит неопределенное состояние? У нас Барак Луфикум в арабском языке есть такое понимание, называется «муаррафа», то есть калима «муаррафа» или калима «накира». Слово в определенном состоянии или же слово в неопределенном состоянии. И слово в определенном состоянии, Барак Луфикум, стоит тогда, когда перед словом приходит артикль алиф лям. То есть, допустим, например, все вы читаете Куран, смотрите, слова Всевышнего Аллаха Субханного Тааля «Куль ауду би робби аннас». Видите, аннас, алиф лям приходит перед словом «нас», значит слово «нас» у нас стоит в определенном состоянии. Второе положение, Барак Луфикум, когда слово стоит в определенном состоянии, когда к слову добавляется местоимение или же что-то добавляется, как это называется в арабском «мудафун и ляй». Допустим, я говорю «китабу», обратите, китабу, алиф лям нету впереди, однако, когда я добавляю к нему и говорю «китабу Мухаммадин», книга Мухаммада, вот книга становится у меня в определенном состоянии. Также в определенном состоянии стоят у нас все указательные имена, такие как «хаза», «хази», то есть «это» или «это». Также «асмауль маусуля», то есть такие как «алляви», «алляти», то есть которые переводятся «тот, который, не та, которая». И подобные слова Барак Луфикум, а если же этих признаков нет в слове, то есть если это слово не является ни указательными стоями, не является, то есть такие как «это», «это», «это» или же «это», то есть «хаза», «хази», или же не является «исмуль маусуля», то есть такие слова как «алляви», «алляти», «тот, который», или «та, который», или же перед ним не стоит алиф лям, или же оно не присоединяется, то есть не будет у него «мудафун и ляй» и так далее, Барак Луфикум, то это слово стоит в неопределенном состоянии. Называется по-арабски как накера. И баракалуфикум мы видим в этом аяте «Фаля тад'умаллоги ахада». Ахада баракалуфикум стоит у нас в неопределенном состоянии. Известно из арабского языка баракалуфикум то, что если у нас приходит слово в неопределенном состоянии и оно стоит в отрицательном контексте, то оно указывает баракалуфикум на всеобщность или всеохватывание. Что значит мои слова? Смотрите, Всевышний Аллах сказал «Фаля тад'уу» – не делайте дуа. Это у нас какой? Как называется контекст? Наги, то есть в запретном или же отрицательном контексте, запретный контекст. И поэтому мы сказали, что слово ахада является накера, в неопределенном состоянии. И если у нас слово, которое стоит в неопределенном состоянии, приходит в запретном или же отрицательном контексте, или же условно в контексте, то это слово баракалуфикум указывает на всеохватывание. И поэтому мы этот аят переводим в «Фаля тад'уума Аллахи ахада» – не делайте дуа или же не поклоняйтесь никому. То есть и если это указывает на всеохватывание или же всеобщность, значит туда доходят все, кроме Всевышнего Аллаха. Субхану Атали. И поэтому Всевышний Аллах сказал «Фаля тад'уума Аллахи ахада» – и никому не поклоняйтесь или никого не просите, кроме Аллаха. Если кто-нибудь тебя спросит, откуда ты взял, что слово «ахада» переводится никому, потому что ты скажешь, или ты скажешь, потому что это слово пришло в неопределенном состоянии, в запретном контексте. И если слово приходит в неопределенном состоянии, в запретном контексте, это указывает на всеобщность, то есть туда заходит все полностью баракалуфикум. Всевышний Аллах, Субхану Атали, говорит «Фаля тад'уума Аллахи ахада» – так не поклоняйтесь же или же не просите дуа никого, ни у кого, кроме как у Аллаха, или никому, кроме как Аллаху. Значит, мы сказали слово «ахада», туда заходят все. Отсюда мы понимаем, что заходят ангелы, туда же заходят и пророки. И поэтому каждый мусульманин и мусульманка баракалуфикум должны знать этот принцип с твердоубежденностью и без каких-либо сомнений. И то, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах, Субхану Атали. И как мы говорили на прошлом уроке, если мы поняли, значит, что поклонение достоин только Всевышний Аллах, все, что нам остается, баракалуфикум – это вычитать из Корана и Сунны, что является поклонением. И любое действие, баракалуфикум, о котором мы узнаем, то есть это дело, будет это слово, будет это убеждение, если мы узнаем, что это является видом поклонения, И мы сразу же понимаем, что это поклонение нельзя посвящать кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Ас-Зау Аджал. И поэтому, Барак-Лауфикум, немножко отойдем от темы. В наше время многие братья и сестры мусульмане делают дау христианам. Делают дау христианам, Барак-Лауфикум, и говорят, допустим, ты должен заходи в ислам или принимай ислам. И христианин спрашивает, что значит принимай ислам? Скажи, что нет Бога, кроме Аллаха. Нет Бога, кроме Аллаха? То есть, как понять, нет Бога, кроме Бога? Люди говорят, нет Бога, кроме Бога. То есть, то, что Бог один. Христианин, задумавшись над тем, к чему призывают его мусульмане, говорит Барак-Лауфикум сам в себе, то есть, в уме думать, что нет никакой разницы у мусульман между нами, между нашей и их религией. Так как мы тоже заявляем о том, что Отец у нас только один, а это Всевышний Аллах, или Всевышний Господь, как они его называют, или же Отец и так далее. Причина вся в том, что мусульмане неправильно доносят Барак-Лауфикум, или неправильно переводят для людям смысл шагады, илья, 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 надо сказать, что принимай ислам. Если он спросит, что значит ваш ислам? То, что ты должен засвидействовать. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Нет никого достойного поклонения, кроме одного единого Господа, то есть, чтобы дошло до этого христианина. И он скажет Барак-Лауфикум, Тай, поклонение. И теперь он, когда задумывается над этим, скажет, да, действительно, ведь мы посвящаем некие виды поклонения кому-либо, кроме Всевышнего Господа, допустим, Иисусу, или же его матери Марии, и так далее, Барак-Лауфикум. Вот видите, вот в этом и будет успех, да, у Барак-Лауфикум, если ты будешь правильно доносить до людей смысл шагады, ля, илья, 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 илья. И поэтому Всевышний Аллах, Барак-Лауфикум, говорит, и места поклонения принадлежат только Аллаху. И поэтому не поклоняйтесь никому, или же не призывайте никого, кроме Аллаха. И поэтому, когда ты донесешь до людей, Барак-Лауфик, смысл этой шагады, второе, что от тебя требуется, Барак-Лауфик, это научить людей всем видам поклонения, то есть, что является у нас поклонением в исламе, что называется поклонением в исламе. Потому что многие люди, мусульмане, в наше время соглашаются с этим свидетельством о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Однако, несмотря на это, посвящает некие виды поклонения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. А в чем причина? В том, что он, посвящая некоторые свои действия, или же слова, или же убеждения, кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, этот человек не знает о том, что то, что он делает, является поклонением. И поэтому, Барак-Лауфик, дальше изучая эту книгу, мы расскажем о многих видах поклонения и будем указывать на вид поклонения, и будем рассказывать, каким образом в наше время эти виды поклонения посвящаются кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Барак-Лауфик, шейх, сказал, то есть второй вопрос, сказал о том, что Аллах недоволен, если кому-либо поклоняются, кроме Него, будь то приближенный ангел, или же посланный пророк. Есть у нас разница, Барак-Лауфик, между словом пророк и расуль. То есть, пророк это у нас как по-арабски звучит? Наби. А расуль это у нас как звучит? Посланник. А расуль по-русски переводится у нас посланник. И поэтому ученые говорят, не каждый пророк является посланником, тогда как каждый посланник является пророком. То есть, если человек посланник, он же автоматически пророк, но если он пророк, это не значит, что он является посланником. И шейх Барак-Лауфик сказал здесь непосланному пророку, потому что послание, то есть рейсаля, намного в высшую степень, чем нубуа, пророчество. И разница между пророчеством и посланием заключается в следующем. Как об этом сказали у ляма, пророк это тот, которому был неспослан некий закон. Во-первых, мы до этого договаривались с Барак-Лауфик, на этом уроке и на многих других уроках. То, что у нас все-все-все пророки Барак-Лауфик были на чем? На исламе, начиная от Адама, кончая Мухаммада, религией всех пророков была ислам. Однако, все, что различалось, то есть, или различие между пророками было в чем? В законах. И поэтому ученые говорят, что Набий, пророк, это тот, кому был неспослан закон. Видите? Не говорят ученые, тот, кому неспослана религия. Нет, религия у него одна, это ислам. Тот, кому неспослан некий закон и было ему приказано проповедовать этот закон или донести этот закон до того народа, который уже был на этом законе. Который уже был на этом законе. То есть, с целью, как побудить народ или же напомнить ему и так далее. Или же, может быть, ему и не приказано доносить до народа, а то есть ограничиться на самом себе. И примером этому является Барак-Луфик, Алямбияу Бану Исраиль, то есть пророк Ибану Исраиль. И Муса, алейсалям, он пришел с законом для ягудов, для евреев, иудеев. И после него приходили пророки, допустим, такие как Юша, алейсалям, или же Баракулуфикум, Дауд, алейсалям, или же Сулейман, алейсалям, и так далее, и Баракулуфикум. И все они приходили с тем же законом, с которым пришел Муса, алейсалям, для того, чтобы напомнить народу, для того, чтобы побудить народ, то есть вернуть их к Всевышнему Аллаху, завачаль. И поэтому эти пророки, как у нас называется, аль-Амбия, пророки, но они не являются Русуль, то есть не являются посланниками. А что касается Расуль, то есть понимания посланника, то ученые сказали, внимательно прочитав, изучив Куран и Сунну Пророка, саллаллаху алейсалям, сказали, что мы поняли из Курана и Сунны Пророка, саллаллаху алейсалям, что Расуль это тот, кому был неиспослан некий закон, или же книга, и было приказно доносить до того народу, который не был на том законе, который был неспослан этому посланнику. То есть они имели какой-то другой закон. Как, допустим, мы сказали, Муса, алейсосалям, пришел с неким законом. После Муссы к Бану-Исраиль, то есть к Иудеям, приходили пророки. И они не приходили с чем-то новым, приходили с тем же, на чем был Муса, алейсосалям. Потом пришел Иса, алейсосалям, пришел уже с новым законом. И я пришел для вас с тем, чтобы позволить вам некоторые вещи, которые до этого были для вас запрещенными, как об этом нам рассказал Всевышний Аллах. Получается, Иса пришел с новым законом. И получается тогда Иса является у нас кем? Расулям. И точно так же после Иса пришел с новым законом, который отменил закон, с которым пришел Иса. Но самый главный факт, что мы должны знать, что все посланники и все пророки были на одной религии, а это религия Ислам. Как мы об этом поговорим еще позже. Это что касается Барак-Лауфикум второго вопроса. Дальше третий вопрос, о котором сказал шейф Мухаммад Аль-Мушаррафи Рахматуллахи Алей. Он сказал, ас-талиса, то есть третий вопрос, который должен изучить каждый мусульманин и мусульманка. Тот, кто поклоняется одному Аллаху и подчиняется посланнику и следует религии Ислам, нельзя ему любить тех, кто враждует с Аллахом и его посланником. Будь это даже твой отец, или же твоя мать, или брат, или сестра, или другой какой-то родственник. Так как Всевышний Аллах нам сказал, мы сказали в аяте, Ты не найдешь людей, которые веруют в Аллаха и в последний день, чтобы они любили тех, кто противится Аллаху и его посланнику. Будь они даже их отцами, или же их сыновьями и так далее. Внимательно смотрите в араку луфик. Всевышний Аллах Субхан Аталья также говорит другого о маяте. Я ю а лави на аману. Ла таттахзу абаакум ва ихванакум аулияа и не стахаббуль куфра ляль иман. Ва ман я таваллахум минкум фауляйкахум зуалимун. О вы, которые уверовали. Не берите своих отцов и братьев, друзьями, если они полюбили неверие больше веры. Не берите своих отцов и братьев, друзьями, если они полюбили неверие больше веры. И те из вас, кто берет их друзья, являются злотворящими. Фауляйкахум зуалимун являются злотворящими. Также Всевышний Аллах Субхан Аталья говорит об этом вопросе в другом аяте. У аман я таваллахум минкум фаиннахум минкум. И если кто-то из вас берет их себе в друзья, то он сам из них. Всевышний Аллах об этом сказал тогда, когда упомянул иудеев и христиан. Здесь в этом вопросе Бараклауфикум в наше время многие люди, особенно не арабы Бараклауфикум, такие, допустим, как на территории Советского Союза, заблуждаются в этом вопросе. Почему? Первая причина Бараклауфикум, как вы, может быть, заметили, мы отмечали, когда говорили на некоторых уроках о вопросе предопределения. Аль-Кадар. Проблема в том, что у многих братьев и сестер проблема возникает из-за бедности русского языка. Из-за бедности русского языка. А что я имею в виду под бедностью русского языка? Под бедностью русского языка я не имею в виду саму бедность, а имею в виду в отношении арабского языка Бараклауфикум. То есть русский язык, в отличие от арабского языка, является очень бедным языком, несмотря на его широту, на широту русского языка. И поэтому, барак луфикум, у нас иногда может быть слова в арабском языке, которые мы по-русски называем синонимами, но на самом деле они не являются синонимами, так как каждая из них указывает на какой-то конкретный смысл. То есть смотрите, я вам прочитал несколько аятов, барак луфикум. Допустим, в одном аяте Всевышний Аллах говорит, ты найдешь людей, которые веруют в Аллаха и последний день, чтобы они любили. И ваддуна переводится как любили. Точно так же мы прочитали аят, барак луфикум, я и у лазина аману, ля татахзу абаакум, ваихванакум аулия и нестахабуль куфра аляль иман, вааман я таваллахум, минкум фауляйка хум зуалимун, овы, которые уверовали, не берите своих отцов и братьев друзьями. Аулия, то есть имеется в виду, вали друг. Или же вали это не то, что смысл друг, а друг, которого ты любишь.